20 января в Лукоянове прогремел сильный взрыв. Разрушился двухэтажный нежилой расселённый дом. Пострадали два человека. Мужчина оказался под завалами, его удалось спасти. Предварительная версия произошедшего – неисправность автоматики газового оборудования. Подобные истории, к сожалению, не редкость. Аварии в сфере газоснабжения входят в топ-3 инцидентов ЖКХ, уступая лидерство лишь происшествиям в сфере вода и теплоснабжения. За период 2022 года в целом по стране, согласно статистике, произошло более 80 тысяч происшествий, так или иначе, связанных с газовым оборудованием в быту. Это порядка 15 тысяч аварий по стране и менее серьёзных инцидентов около 65 тысяч. За январь в регионе зафиксировали 9 случаев отравления угарным газом. Всего пострадало 17 человек, из них трое детей. Погибло два взрослых человека. В большинстве случаев отравление угарным газом приводит к тяжёлым последствиям и требует значительного времени на реабилитацию пострадавших. Специалисты Саровской газоснабжающей компании обращают внимание жителей на важность соблюдения правил безопасного использования природного газа в быту. Обращать внимание на цвет газа на комфорках. Газ должен поступать в квартиру без шума. То есть огонь на комфорке должен быть без постороннего шума. Цвет должен быть голубоватым. Газ в смеси с воздухом, взрывы, пожара, опасен источниками воспламенения смеси могут стать открытый огонь, спички, сигареты или электрическая искра, возникшая при включении и выключении электроприборов. Во избежание отравления необходимо проверять тягу перед розжигом. Сразу после включения газовых приборов и в течение их работы следить за исправностью вентиляционных каналов. Постоянно проветривать помещение, особенно перед сном. Обязательно каждый год показывать специалисту газовое оборудование для проверки. Осмотры проводятся регулярно, проводятся представителями газовой компании. У нас в Центре ЖКХ и газовой компании города Саров заключён договор на оказание услуг по ВДГО. Представители газовой компании своевременно извещают жителей, разносят уведомления по квартирам. Если вы не получили такого уведомления на руки и не нашли в почтовом ящике, то дату проверки газового оборудования в вашем доме можно узнать в газоснабжающей компании города.